Всем здарова, друзья! В этом выпуске расскажем о последних обновлениях и изменениях в CGI-сообществе. Максон приостанавливает свою деятельность в России. Об этом сообщил Дэвид Мэк Гавран, главный исполнительный директор компании. В официальном письме говорится, что такие меры лишь на время. Так что набираемся опыта в Блендере или же переходим на Unreal. Они, кстати, не собираются блокировать свой софт. Что Эпики, что Блендер за свободный мир. Но в то же время Эпик Геймс прекращает торговлю в своих играх и на маркетплейсе. Это уже неизбежно и вполне объяснимо ограничениями платежных систем. А вот Autodesk, в свою очередь, присоединяется к введенным санкциям и немедленно прикрывает свою деятельность в России. При этом ни Максон, ни Дэск не дают точной информации по существующим лицензиям. Figma замораживает корпоративные аккаунты в соответствии с санкциями и приостанавливает продажи. Обязательно сохраните все свои данные. Платформа Мира, которой мы пользуемся, сделала рассылку, в которой сообщила, что для бесплатных пользователей все останется как прежде. А вот у платных подписчиков могут возникнуть затруднения с доступом к Мира или оплатой сервиса из-за ограничения работы платежных систем. При этом разработчики в поиске других возможностей. Также, если у вас имеются деньги на каких-то рабочих площадках, выводите, если не поздно. Виза и Мастеркард, как вы успели заметить, приостанавливают операции. Например, в Пейпале уже 18-го числа отрубят кошельки. Ну, то бишь сегодня. В то же время, некоторые истоки будут искать пути выхода для дальнейшего вывода средств. Пока все стоит, ищите альтернативы. Даже тому же опворку. Понимаем, что информативное поле огромное, поэтому что-то будем публиковать в нашем телеграм-канале. И теперь к обновлениям. Вышел Blender 3.1. Релиз довольно большой и вносит множество полезных фич, не считая некоторых багов. Например, может заедать мышь или заметен долгий отклик системы. Если вы уже тестили новую сборку, ждем ваши отзывы. Для всех это будет весьма полезной информацией. Ну и быстро поговорим об изменениях. Процедурный Geometry Nodes получил еще 19 новых нод. Например, появился долгожданный Extrude, что в разы ускоряет процедурное моделирование. Повысили производительность и сократили использование памяти. Только это и не важно, если до сих пор не разбираетесь в их взаимодействии. Судя по вашим комментариям, для многих это огромная боль. Возможностей в геонодах много, а сидеть и пыхтеть не особо хочется. И нет, сейчас не будет рекламы курсов. Просто хотим сказать, что если вы туда полезли, терпение вам и задавайте больше вопросов в сообществе. Главное, доступно объясните, чего хотите и поддерживайте друг друга. Кстати, как раз для начинающих разработчиков визуально облегчили систему связи между нодами. Теперь при подключении будут показывать только доступные входы и выходы. Все максимально упрощают. В модификаторе Subdivision подключили поддержку GPU ускорения, что поспособствует быстрому воспроизведению во вьюпорте. В Grace Pencil внедрили новый тип заливки для настройки отступа от контров рисунка. Это придает некоторую стилизованность. Cycles за счет Apple получил встроенную поддержку Metal. Только вот пока не ясно, насколько сильно изменилась скорость рендеринга. У кого Mac, обязательно напишите, почувствовали ли вы изменения. Помимо всего этого добавили новый Point Cloud, что ускоряет симуляцию воды, брызг, частицы и даже ускоряет моушн графику. Экспорт OBG файлов стал на несколько порядков быстрее благодаря переходу на C++. Image Editor теперь обрабатывает изображение гораздо большего размера. На этом видео показано изображение в 52К, при этом бесконечно повторяющегося. И дабы прочувствовать всю мощь вашей картинки, компания BenQ выпустила ультраширокий монитор PD3420Q. За счет соотношения его сторон, а это 21 к 9, он дает 30% дополнительного пространства. За счет чего можно упаковать все рабочие окна без нагромождений и ничего не будет мешать вашему вьюпорту. PD3420Q поддерживает последние стандарты по цветопередаче. В монитор встроена собственная технология BenQ AQ Color, а это оптимальное управление цветом, равномерное распределение и широкий охват оттенков. Монитор BenQ PD3420Q имеет подтвержденную сертификацию Calman, а также Pantone. И еще из крутых фишек, монитор может воспроизводить контент с двух разных ПК на одном экране. При этом имеет специальные режимы для проектирования кат или же работы с анимацией. А также немного о защите ваших глаз. PD3420Q оснащен технологиями, снижающими нагрузку на зрение. Это я считаю полезная функция, а то мы сутками сидим безвылазно и потом мноем, что все болит. Так что заботьтесь о себе и подробнее о мониторе по ссылочке в описании. На маркетплейсе Epic Games можно скачать бесплатный проект для Unreal Engine 5. Называется Stack-O-Bot. По словам разработчиков, он подойдет для тех, кто только осваивает Unreal и тех, кто хочет опробовать новый функционал в пятой сборке. Помощником в изучении будет маленький робот. Краткий обзор геймплея лежит у них на YouTube-канале. Ссылочка в описании. И совсем недавно Epic Games объявила о приобретении музыкальной площадки Bandcamp. В основном она работает как онлайн-магазин звукозаписей. В официальном заявлении говорится, что Bandcamp сыграет важную роль в стремлении Epic создать экосистему рынка контента, технологий, игр, искусства, музыки и многого другого. На сайте анимационной студии Walt Disney можно скачать проект острова Мутунуи из мультфильма Moana. Файл идет в универсальном формате USD. Только учитывайте, что в распакованном виде весит около 17 гигабайтов. Настройки рендера идут на рендермен от Pixar. Плюсом еще можно добавить анимацию, которая занимает всего-то 131 гигабайт. Главное, чтобы компьютер не взорвался. Следите за этим. Ссылочка на бесплатные проекты в описании. Сайт FX выпустила предварительную техсборку Houdini 19 Apple Silicon. Новая версия включает встроенную поддержку чипов M1, более новых M1 Pro, M1 Max и M1 Ultra. Отметим, что продукты Maxon уже давно имеют совместимость с маками. И осталось дождаться только Autodesk, House и Foundry. Информацию по установке и возможные ошибки найдете по ссылочке в описании. В этом году пройдет очередной Google Summer of Code. Это программа, в которой организации, наставники обучают новичков кодированию на основе реальных проектов. Отбор кампании уже прошел, полный список можно посмотреть на сайте. Причем среди них присутствуют разработчики Blender. Так что все, кто хочет попробовать, можете подать заявку на участие. Обучение продлится около 12 недель. Все необходимое по ссылочке в описании. Ну и немного абсурда. В Blender можно поиграть в Марио. Достаточно разобраться, как установить аддон с GitHub и, конечно же, ссылочка с инструкцией в описании. Esri, производитель ArcGIS, теперь поддерживает прямой импорт модели Sketchfab в свое приложение Participatory Planning. Да, это интерактивная программа, которая позволяет участвовать в предложениях по городскому планированию, рисуя возможные здания и окрестности для новых районов застройки. Правда, работает с ограниченным количеством данных. Повсюду визуализированы только дороги и только в Нью-Йорке есть хоть какие-то модельки зданий. Журнал Fast Company опубликовал список самых инновационных компаний за 2022 год. Их насчиталось аж 528. О всех мы точно не расскажем, отметим только те, что касаются нашей области. В игровой индустрии это, конечно же, Epic Games с их Fortnite и движком Unreal Engine, а также обширная библиотека моделей KitBash 3D. Согласно статье, их ассеты использовались в проектах Netflix, HBO и Marvel. Помимо этого, в играх Valorant, NBA 2K, The Last of Us 2 и некоторых других. В области искусственного интеллекта GPT-3, который может генерировать человекоподобный текст. И четвертое место в этой категории отдали системе Sensei от Adobe. Среди программ для организации рабочего пространства отличилась платформа Mira. И это, правда, одна из самых удобных площадок для создания Майнкарт. Не зря ей в общем перечне кампании присудили аж 13 место. На этом и остановимся. Все списки в описании. Вдруг что пригодится. Спасибо, друзья, за просмотр. Залетайте к нам в телеграм-канал. Нас там уже 9000 человек. Специально в телеграм-канале мы оставили такой вот интересный постик, который вы можете прочитать и обратиться к куратору, который поможет вам найти себя. Если у вас есть нереально активное желание создавать какие-либо вещи, может быть просто выполнять заказы и у вас имеется большой скилл, Вы хотите поработать над своими скиллами в стиле создания синематиков или игрой? Залетайте и пишите конкретному человеку, который будет отвечать за определенное направление. Вторую ссылочку оставил в описании. Спасибо всем активным ребятам, всем, кто остается с нами. Мы дальше будем продвигать нашу сферу деятельности, ваши стартапы и участвовать в коллаборациях, которые помогут, ну не знаю, помахать ручкам другим компаниям, которые нас увидят, услышат и поймут, что мы вот здесь вот есть. Зацените вдохновение и до новых встреч!